Всем доброе утро! У меня сегодня с утра пораньше кастинг. Я решила воспользоваться возможностью и записать для вас макияж, который я всегда делаю для всех своих кастингов и встреч. Мой эдакий go-to макияж на каждый день. Поехали! Каждое утро перед макияжем я накладываю на лицо уход. Уход у меня состоит из трех шагов. Это серум, увлажнение кремом и маской под глаза. Во время нанесения ухода я активно массажирую лицо, не стесняясь, чтобы разогнать лимфу и утреннюю отечность. Обратите внимание, что при нанесении крема под глаза я круговыми движениями массажирую крем от ушей к носу, хотя зачастую в рекламах они делают наоборот. Таким способом я избегаю сильного растяжения кожи под глазами. По настроению я использую гаджеты для лица, например, кварцевый роллер. Не могу сказать, что от него какой-то сумасшедший эффект, но он холодный и не может быть, что он не помогает оттоку вашей лимфы. Итак, когда я уже нанесла весь уход, немножечко помассажировала, разбудила лицо, я беру первый мой шаг, это тональный крем, это Armani Power Fabric. Раньше он назывался Armani Lasting Silk, если я не ошибаюсь. Я вот так вот его на ручку намазываю и беру эту горошинку и точечно распределяю по всему лицу. Это мой такой личный метод, я его сама придумала и так делаю уже не знаю сколько лет. Мне так легче потом распределять по лицу тональный крем. Я стараюсь много не наносить, хотя когда моя мама видит, как я крашусь, она всегда кричит, ты зачем так много сделала? Вот моя кисточка, которую я использую для тонального крема. Это Oval 7, это довольно популярная кисточка. Если честно, с тех пор, как я ее купила, года, наверное, два назад, неизменно пользуюсь именно ей. Очень быстро и очень равномерно наносится по всему лицу тональный крем этой кисточкой. Так что поехали. Название фирмы этой кисти Artis, размер семерка. Семерку можно также использовать под румяна или консилер. Они из всех размеров для бровей, для теней. Главное, не забывайте мыть свои кисточки, соблюдать гигиену. После тонального крема я наношу консилер. И я честно признаюсь, я очень щедро его наношу, потому что я живу в Лос-Анджелесе, здесь с консилерами дружат очень тесно. Я бы хотела сделать половину лица, чтобы вам хорошо было видно, как он работает. Поэтому я делаю эти сумасшедшие рисунки, не пугайтесь, я сделаю их потом на второй стороне тоже. Я делаю высветление лба, естественно зоны под глазами, зоны носогубной и примерно вот здесь. Есть такая волшебная кисточка, она выглядит вот так. На самом деле я покупала контур-кит у Ким Кардашьян и с ее контур-китом шла вот такая кисточка. Кисточка Ким Кардашьян, к сожалению, поломалась через две недели, а я заказала себе подобную просто на Амазончике, двухстороннюю. И вот этим спонжиком я начинаю растушевывать, правильное слово растушевывать, blend, по-английски я знаю, что blend. Начинаю растушевывать всю эту зону. Так вот, следующий мой шаг, и это то, зачем мы используем вторую часть этой кисточки, и это контур. Контур у меня вот такой от Charlotte Tilbury. Сейчас я буду делать волшебство. Смотрите, я делаю точечки, у меня точечный макияж. И две точечки здесь. Также вы можете сделать эту зону, но я обычно, если честно, так далеко не захожу на дневной макияж. Мы берем легендарную кисточку и растушевываем. И еще раз поясняю, мы занимаемся контуром лица. Шаг первый – высветление Т-зоны. Я использую консилер фирмы Tarte. Называется он Creaseless Concealer. Он очень плотный, и я использую его как на зону под глаза, так и для покрытия всех несовершенств на коже лица. Следующий шаг – создание тени под скулой, формирование лба и создание тени под челюстью. Я использую продукт Charlotte Tilbury Contour Wand. Сам продукт жидкий и очень легко распределяется кисточкой. Поскольку это дневная версия моего макияжа, я стараюсь наносить не слишком много контура, хотя подруги в Лос-Анджелесе, как вы знаете, носят очень много. То есть если вам недостаточно объема на лице, вы можете просто наносить пожирнее, побольше, слоями. Но я все-таки предпочитаю держать это все on the natural side. Дальше я перехожу к теням. Я ношу тени на каждый день, потому что мое прекрасное, обвисшее, повисшее веко. Я люблю немножечко затемнять. Я не ту кисточку взяла. Помыла вчера кисточки, теперь не могу их найти. Эх, нашла. Слишком чисто я ее не узнала. А я пользуюсь, как вы можете увидеть, самым светло-коричневым тоном. Он почти незаметен, но он добавляет легкую тень на веко. Мне это очень нравится на каждый день. Это добавляет глубины глазам. Плюс светло-коричневый очень красиво контрастирует со светло-голубыми глазами. Вот как-то так это выглядит. То есть совсем чуть-чуть намек на контраст, но вы видите разницу на глазах. В принципе, натуральный макияж – это такая тонкая система. Он действительно строится на всех этих малюсеньких детальках, которые изначально незаметны. И кажется, что макияжа на лице почти нет. Но это совокупность всех этих маленьких мелочей, собранных вместе в некий образ. Это подчеркивание аккуратненько, минимальное подчеркивание определенных черт лица и замазывание других. Также я люблю использовать эти же тени для контура моего носа. Сразу предупреждаю девушек решительных, что продукта лучше на кисточку набирать чуть-чуть и по чуть-чуть наносить на нос, дабы не переборщить с красотой. Мелочи приятны. Надо весь макияж что-то назвать. Мелочи приятны. Дальше в своем макияже я использую бронзер. По моему бронзеру будет очень отчетливо видно, как я его люблю. Я его использую на каждый день, потому что, опять же повторюсь, объем лица. Я без него жить не могу. Я люблю этот легкий эффект такого здорового загара. Не загара, как мы знаем из Сочи, а именно загара из Сирии. Я погуляла по... по мостовой, хотела сказать. Я погуляла по набережной в Барселоне и солнце поцеловало мое лицо. По-русски так странно звучит. Санкист. Короче, я хочу би санкист этим бронзером. В принципе, что я делаю, это я рисую циферку 3 на своем лице. Просто уже опытно. Но все, что вам нужно сделать, это макнуть продукт и рисовать цифру 3. Сейчас я буду делать гадости. Я прям вижу, как моя мама говорит, что я крашусь как матрешка. Но я добавляю также розовый румяна, потому что такая специфика моего лица. У меня щеки съедают румяна почти моментально. Поэтому мне приходится с утра краситься как матрешка, чтобы к моменту, когда я приеду на встречу, у меня хоть что-то осталось. Поэтому не обращайте внимания. Ну и, конечно, пришло время накрасить ресницы. Ресниц у меня почти нет. У меня очень тонкие белые ресницы, поэтому именно этот шаг у меня занимает особенно долго. Так что поехали. Пока ресницы самокрасятся, расскажу вам веселую историю, как я здесь, в Лос-Анджелесе, сходила на Lash Lift, завивку ресниц. Ресницы мне, конечно же, завили за 150 долларов. Но пока я дошла до дома, половина уже выпала. А к утру так и все остальные. Деньги мне, конечно, вернули. А вот ресницы я отращивала еще два месяца. Единственное, что мне помогало, это пользоваться касторовым маслом. Но, должна признаться, ресницы до сих пор топчат во все стороны. Ну и все, да расчисала я свои бедные с горем отрастающие ресницы. Поехали дальше. Вы пока не смотрите, я втихаря немножечко еще замазываю синяки под глазами. Вы знаете, зависит от дня, зависит от того, как вы спали. Конечно, продукты меняются, которые ты используешь каждый день. Сегодня у меня немножечко подотекшее лицо синячками, поэтому я еще дополнительно наношу Лаура Мерсье. Вы видите, мой любимый цвет, как всегда, это семговый, такой розоватый цвет. Он потрясающе покрывает зону под глазами. У меня он уже очень-очень много лет. В общем, тоже, видимо, придется рассказать про этот продукт. И последний шаг моего макияжа, безумно сложного, который выглядит как почти не макияж, это хайлайт. Хайлайт мы наносим вот сюда. Вы можете его уже видеть. И пальчиком растушевываем. Добавляем немножечко еще сияния красивого, здорового на кожу. И еще хочу рассказать такой маленький секрет для губ. Очень красиво, когда ты хайлайт наносишь на... Как это называется по-русски? Даже не представляю. Надо будет потом посмотреть. Потом буду озвучивать. Обязательно напишу. Кюпидс Боу. В английском это место называется кюпидс Боу. Если сюда нанести хайлайт, оно немножечко визуально увеличивает губки. Вот, собственно, и все. Вот он мой дневной макияж, который я использую на кастинге на каждый день. Чуть-чуть подчеркиваю свои черты лица. Добавляю контраста, объема, сияния. И оставляю внутреннюю красоту. Не внутреннюю, а натуральную. Наверное, я имела в виду натуральную. Ну что, пора завершить образ.